Половина тысячи человек в центре Берлина. Две группы по разные стороны от центрального вокзала. И у тех, и у других флаги Германии, но одни за миграцию, другие против. Между митингами усилены наряды полиции. Хотя драться никто и не собирался. Тех, кто против политики Ангела Меркель, в два раза больше. Впрочем, реальный антирейтинг канцлерин не так велик. По вопросу миграционной политики нация разделилась практически пополам. 50 на 50. И именно поэтому так интересно воскресные голосования на выборах в Лантаге трех федеральных земель. Баден-Вюртемберг, Рейнольд Пфальц и Саксония Анхальт. В городе Хайгерлок к югу от Штутгарта, столице земли Баден-Вюртемберг, Ангелу Меркель приветствует оркестр. Предвыборный митинг своей партии, Христианско-демократического союза, удобная площадка для того, чтобы произнести то, чего давно ждут от нее сторонники. Чужие должны вести себя прилично. Беженцы должны быть готовы к интеграции. Это их обязанность. Мигранты должны соблюдать немецкие законы. Если они думают, что с женщинами можно не считаться, то они просто находятся не в той стране. Кроме того, мы должны послать этим людям четкий сигнал. Если вы приехали зарабатывать, а не убегаете от войны, вам здесь делать нечего. Даже не приезжайте сюда. Сейчас перед выборами просто вы госпожу Меркель уже не можете узнать. Это, конечно, сенсационное заявление. Совсем идет в разъя с тем, что она говорила полгода назад, когда она говорила, что именно эти беженцы придут в Германию, чтобы спасать демографическое положение в Германии. Но я думаю, что она, конечно, человек, который очень хорошо понимает, какие настроения бытуют в немецком обществе. Но в то же самое время сейчас переложила всю ответственность за эти, скажем, плохие картинки, уродливые картинки, которые все на экранах сейчас показывают, как беженцы ломятся в Европу. А сейчас она достаточно умелым способом все это отодвинула к Турции, возложила проблемы на Турцию. Ругать будут не ее, а Эрдогана, который не пускает беженцев в Европу. И таким образом, может быть, выиграла какой-то отрезок времени. Канцлерин все-таки приходится брать правее из-за популярности националистических сил. Еженедельные антиэмигрантские митинги Пегиды приучили немцев к тому, что своей враждебности к приезжим, а их уже больше миллиона, можно не стесняться. По опросам, партия «Альтернатива для Германии» может завоевать на этих выборах порядка 10 и даже 15 процентов, что впервые в истории позволит им войти в состав земельных парламентов. И главная задача правящей коалиции сейчас – перехватить инициативу. Политического землетрясения, наверное, не будет. Но в партии христианских демократов может усилиться оппозиция против Меркель. Когда партийные солдаты, которые должны поддерживать дух партии, увидят, что у их партии в 2017 году шансы на успех уменьшаются из-за радикализации в немецком обществе, то возникнет, естественно, вопрос, а правильно ли еще факт, что Меркель является главным лидером этой партии. Не нужно ли поменять лидера? Понимая, что времени у нее мало, Меркель начинает вести себя и вовсе в несвойственной для себя манере, прибегая к банальной агитации. Те, кто хотят быстрых решений, должны голосовать за христианско-демократический союз. Это лидер воскресения. Я, конечно, голосовать не могу, потому что я не принадлежу ни к одной из этих земель. Но я скрещу пальцы. Я всегда так делаю, когда надеюсь. Но результаты соцопросов оставляют мало простора для надежды. Помимо прорыва правых, они предрекают лидерство зеленым, собратьям Меркель по коалиции, которые давно выступают за открытость страны для приезжих. Получается, все, что избирателям нужно, это постоянство и последовательность. Сумеет ли Меркель за год до общефедеральных выборов в парламент найти баланс между двумя крайностями? Пока четкой стратегии не видно, а ситуация напоминает Цукцванг.